Классик Физик Я думаю, что примерно 14-13 места Чуть позже узнаем официальные списки Конечно же, стоял на сцене и думал, ну блин, я стою на сцене и смотрю, как позирует мистер Олимпия, тот же Крис Бамстит, с которым я за сценой общался и дифферамбы друг другу пели, скажем так Ребята все достойные, но сказать по правде, как бы есть моменты такие, да, по поводу второго калаута Были ребята, которые, ну, я не понимал этого, знаешь, там, ну, не годятся они Ну, блин, мы качество с Деннисом хотели донести хорошее Позировал я тоже неплохо Ну вот как-то так получилось, но я доволен Ребят, это старт, я поставил, скажем так, не поставил, а начал это дело и первый, кто в этой категории представил наши славянские, как бы сказать, корни на Олимпии И я не остановлюсь и буду работать над тем, чтобы в следующем году уже быть лучше, быть на сцене и дать хороший бой Достойное выступление, Кирилл, я очень рад, что ты так все это воспринимаешь Слушай, давай поговорим по поводу топовых ребят, которые вот вошли в топ-4 Получается, у нас в середине стояли прошлогодний чемпион Бреон Энсли Рядом с ним Бамстед стоял Вот давай по поводу них Все мы знаем, что единственное, что вот бросаются очень сильно глаза у Бамса, это его спина И когда я стоял, я, ну, видел там даже белые полицы были от этого, от грима, от склада Вот, когда его поменяли местами с Жоржем Петерсеном, я вообще удивился Жорж Петерсен для меня как бы эталон спины в первую очередь Ты видел, какая спина? Я сегодня с ним гримировался утром, блин, он везде эту спину, везде эту спину Каждый подходит, каждый фотографируется, его спина нереальна Вот, я считаю, что Бамстед, да, он красавец, но спины ему не хватает По передним фронтальным позам у Бамстеда хорошая ширина спины, она, может, не глубокая, но с передней позы она смотрится хорошо Да, сочетание с узкой талией и широких латеральных бедер Но бедро сбоку, допустим, у Бамстеда слабее по сравнению с тем же Брионом У Бриона прям хорошо глубина бедра просматривается Ну, ты знаешь, что... Хорошо, в целом, давай по Крису, потому что очень много фанатов Криса Бамстеда Он улучшился с прошлого года однозначно, то есть в прошлый год у него из-за здоровья посыпалась подготовка Поэтому, в принципе, good news, что он хорошо, мощно возвращается Да, он выглядел как год назад, через год назад, да То есть, ну... Кристоспособно на топ-3 и вполне заслуженно Я считаю, что да, вообще судим, я, ребят, я такой, я говорю, судим всегда виднее Я же говорю, поэтому не хочу судить, там, кого-то протянули или еще что-то Это шоу, это игра, нужно в нее вливаться, нужно делать так, значит, чтобы тебя протаскивали Получается, в топ-3 у нас четко закрепились Брюн Энсли, Джордж Питерсон, Дабул и Крис Бамстед Четвертое место у нас разделяют, скорее всего, китаец Брэнч Тэн или как там его? Да, кстати, китаец И Геони Продиджи Я уже понял, что китаец будет на высоких местах, потому что я лежал и зашел Джордж в фарах Сказал, типа, все будет нормально, не беспокойся, он посмотрел У него нереальная тонкая кожа И опять-таки, пробел, как у любого азиата, спина И в целом у него вообще верх значительно отстает от ног Ноги, да, ноги Он невысокого роста, у всех, кто невысокого роста, посмотри ноги Ну что, посмотрим вечером финал? Покушаешь, сядешь, развалишься и покайфуешь от шоу вечернего, да, от открытой категории? Да, хочется сходить на шоу открытой категории За кого болеешь в открытой категории? Не за кого, за бодибилдеров У меня нет фаворита, мне хочется посмотреть шоу Друзья, теперь несколько слов по поводу категории Мэнс Физик Главным сюрпризом этой категории стал Кайрон Холден Новое имя в топе Олимпии Темная лошадка, вроде бы, казалось бы Но не для тех, кто, в принципе, следит за Мэнс Физик В этом году он стал чемпионом Нью-Йорк Про Большого турнира Поэтому, в принципе, уже какое-то имя у него в индустрии присутствует Но на Олимпии в топ он никогда не входил Поэтому это можно назвать прорывом Кайрон Холден точно вошел в топ-4 Дальше три имени вполне предсказуемо Это Реймонд Эдмонс Высоченный атлет Мэнс Физик И, кстати, скорее всего, очень вероятно, что именно он станет чемпионом Потому что в моменты всех вот этих вот ротаций, сравнений Топ-3, топ-4 Реймонд единственный, кто практически никогда не сдвигался с центра То есть, судьи его не трогали, он все время стоял в середине Всех остальных тусовали вокруг него Ну, а всех остальных, это, получается, два заядлых старых соперника Это прошлогодний чемпион Брэндон Хендриксон И его давний друг, в кавычках, Андре Фергюсон Постоянно у них какие-то терки Не только на сцене, но и в соцсетях По форме сказать что-то сложно Все выставили отличную, максимальную свою форму Все ребята из топ-4 Я бы единственное, что сказал, несколько слов по поводу четвертого и пятого мест Это Карлос Оливера и Райан Терри Райан Терри, народный любимчик, британский атлет Уже я читаю в соцсетях очень много негодования на тему того, что Именно как эти два парня должен выглядеть мэнс физик Такое мнение в соцсетях, скажем так, народное мнение То есть, они не очень большие Они выпадают по размеру, по сравнению с другими ребятами топ-4 Но, тем не менее, судям виднее Судьи склоняются именно к такому Массивному мэнс физик в последнее время Поэтому так Итак, Райан Терри Либо пятое, либо шестое место Узнаем тоже уже сегодня на финалах На этом пока все, друзья Это был итоговый день Олимпии Первая его часть, утренняя Предварительное судейство Мэнс физик, классик физик и бикини Сегодня вечером финалы открыты большой категории Самой важной, самой крутой, самой интересной Хотя, открытая категория теперь уже может посоперничать в популярности с классик физик Классик физик финалы и менс физик финалы Так что, ребят, до встречи в следующем выпуске Который станет уже последним итоговым с этой Олимпии Оставайтесь на канале Следите за новостями Всем счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok